Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 2 сентября, понедельник. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израильтянин, обвиняемый в мошенничестве на 60 миллионов долларов, предстал перед судом. Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой предоставить Киеву разрешение на удары вглубь территории России западным оружием. Павел Дуров намеренно сдался французским властям. Иран почти завершил строительство своего первого авианосца. Минфин Израиля заявил, что отсутствующим сегодня на работе из-за забастовки этот день не оплачивается. 20-летний водитель погиб в воскресенье 1 сентября в инциденте в районе Сдебакер, на юге страны. Военный секретарь Нетаниягу побывал в Москве с тайным визитом. Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана Сандромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд. Погода в Израиле. Морость повышения температуры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это необходимо для того, чтобы наши новости увидело как можно больше людей. Редакция предупреждает, что антисемитские и фашистские комментарии будут удаляться, а их авторы блокироваться. Майк Бен-Ари, обвиняемый в мошенничестве на 60 миллионов долларов, предстал перед судом. 1 сентября в окружном суде в Тель-Авиве состоялось заседание по делу о крупном мошенничестве по стандартной схеме пирамиды Понсея, обещание инвесторам высокого гарантированного дохода путем инвестиций средств в иностранные фонды. Майк Бен-Ари был депортирован из Боснии и Герцеговины в Израиль в декабре 2022 года. Его задержали в июле 2022 года по запросу властей Израиля. Он обвиняется в мошенничестве на сумму 60 миллионов долларов. Его жертвами стали сотни инвесторов. В 2021 году, когда израильская полиция начала расследование против него, и он был отпущен судом под домашний арест, Бен-Ари скрылся из страны, использовав загранпаспорт своего друга Нахума Айзенштадта. Сам Айзенштадт позднее был осужден за создание помех следствию и приговорен к 7 месяцам общественных работ и штрафу в 50 тысяч шекелей. Владимир Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой предоставить Киеву разрешение на удары вглубь территории России западным оружием, а также сами дальнобойные ракеты. «Я обращаюсь к Соединенным Штатам Великобритании, Франции и Германии», заявил президент Украины в вечернем видеобращении. «Нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения, именно то, что может наиболее правильно повлиять на события». Зеленский также отметил, что представители Украины говорят с партнерами о необходимости скорейшей реализации поставок систем ПВО согласно уже имеющимся договоренностям. Тем временем, глава Минобороны Украины Рустем Умеров передал США список целей в России. Однако пока не ожидается, что США ослабит ограничения на использование АТАКМС, констатировал СНН. Иран почти завершил строительство своего первого авианосца. Переоборудованный контейнеровоз может усилить флот Ксир. В 2022 году Иран начал строительство своего первого авианосца. Спустя два года строительство Шахид Бахман Багери близится к завершению. Издание Телеграф пишет, что почти 80-футовое судно имеет наклонную полетную палубу с разметкой, помогающей направлять приземляющиеся самолеты. Багери не принадлежит иранскому флоту. Судно входит в состав военно-морского флота Корпуса Стражей Исламской революции. Революционные гвардейцы отделены от обычных вооруженных сил, потому что многие страны, в том числе США, относят их к террористическим организациям. Регулярный флот патрулирует дальние воды с помощью подводных лодок и небольших устаревших фрегатов. Ксир с его ракетами, быстроходными катерами и беспилотниками действует в основном в Персидском заливе и проводит операции, которые часто включают преднамеренные провокации, такие как преследование или захват иностранных судов и сбивание иностранных беспилотников в международном воздушном пространстве. Таким образом, Ксир скоро станет намного мощнее с морской платформой, которая может увеличить дальность действия беспилотников Ирана. Это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Уважаемые зрители, служба новостей канала ИТОН ТВ нуждается в вашей поддержке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте донаты. Для этого прямо под этим видео есть кнопочка суперспасибо. Министерство финансов издало документ за подписью главы отдела зарплат Минфина Эфималкина, в котором разъясняются права работников, решивших принять участие во всеобщей забастовке назначенной на сегодня. В дополнение к решению председателя Гистадрута относительно всеобщей забастовки в экономике, в том числе на газслужбе и в газсекторе в понедельник, мы хотели бы уточнить, что в соответствии с основными правилами трудового законодательства заработная плата не должна выплачиваться работнику, который будет отсутствовать на рабочем месте из-за участия в забастовке, говорится в документе. Забастовка объявлена после трагического известия о том, что военные обнаружили в секторе газа шестерых заложников без признаков жизни. 20-летний водитель погиб в воскресенье 1 сентября в инциденте в районе Сдебакер, на юге страны. В инциденте были замешаны солдаты армии обороны Израиля. Расследование армии восстановило картину случившегося. По словам солдат, они увидели мчащийся на них автомобиль, который не подчинялся сигналам остановиться, и преградили ему путь. В результате водитель получил тяжелое ранение. Солдаты передали его парамедикам, которые повезли его в больницу, но по дороге он скончался. Расследование инцидента продолжается. Военный секретарь Нетаниягу побывал в Москве с тайным визитом. Именно тогда, когда военный секретарь Нетаниягу Роман Гофман обсуждал возможность освобождения Лобанова, террористы Хамаса лишили его жизни в Газе. Генерал-майор Роман Гофман побывал в конце прошлой недели с тайным визитом в Москве, где обсуждал возможность освобождения заложников, иранскую угрозу и беспокоящий Израиль сотрудничество России и Ирана. Согласно сообщению, Нетаниягу отправил Гофмана в Москву для обсуждения возможности освобождения Алекса Лобанова, имевшего российское гражданство. Тогда еще не было известно о том, что террористы Хамаса лишили жизни Лобанова и еще пятерых заложников в туннеле в Рафехе. По оценке израильских судмедэкспертов, это произошло в течение 29 или утром 30 августа. Основатель Телеграм Павел Дуров и его спутница Юлия Вавилова в выходные были замечены на прогулке на Елисейских полях. Журнал Parimatch пишет, что бизнесмен поселился в одной из роскошных гостиниц в Париже и поручил агенту найти ему дом в красивых парижских кварталах, куда он намерен переехать на следующих выходных. В эти выходные одетый в темную кожаную куртку и в черных очках 39-летний миллиардер с улыбкой прогуливался по Елисейским полям вместе со своей 24-летней подругой Юлией Вавиловой, говорится в публикации. В СМИ обсуждается версия, по которой Павел Дуров намеренно сдался французским властям, опасаясь угроз и преследования со стороны российских силовых органов. Официального подтверждения этой версии пока нет. В Норвегии началась свадьба принцессы Марты Луизы и целителя Верета Дурика. 31 августа на берегу скандинавского фьорда Гейрангер состоялась громкая и очень странная свадьба. Мужем и женой стали 52-летняя норвежская принцесса Марта Луиза, которая считает себя ясновидящей, и 50-летний американский целитель Дурек Верет, утверждающий, что его предками были инопланетные ящеры. На церемонию собрались сотни гостей, в том числе королевские особы и знаменитости. О помолвке единственной дочери норвежского короля Харальда V и королевы Сони с американским целителем стало известно еще в 2022 году. Дату торжества назначили в прошлом году. Церемония началась на берегу фьорда, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и закончится только сегодня. Перед собравшимися выступил певец Стиви Уандер и музыкальная группа Black Eyed Peas. Сегодня 2 сентября в Израиле будет переменная облачность. Утром ожидается морось или небольшой дождь на севере и вдоль побережья. Температура немного поднимется, в основном в горных и внутренних районах страны. Ночью будет переменная облачность. Под утро на севере страны и вдоль побережья ожидается морось. Температура воздуха в городах Иерусалим 30, Тель-Авив 31, Хайфа 30, Аждот 31, Бершева 34 градуса, Эйлад 39 градусов выше нуля. 3 сентября будет переменная облачность с прояснениями. Не ожидается существенных изменений температуры. Она будет соответствовать сезонной норме. 4 сентября и 5 сентября будет переменная облачность. Не ожидается существенных изменений температуры. В утренние часы на севере и вдоль побережья ожидается морось или небольшой дождь.